Помогу вам превратить обычные кексы в праздничные. Такие можно сделать на свадьбу или на Новый год. Вам интересно узнать, как приготовить капкейки с лимонным курдом и меренгой. Тогда приступаем. Капкейки можете испечь по любимому рецепту. Они могут быть шоколадными или ванильными. Десерт выглядит очень празднично и красиво. Кажется, что над ним трудились лучшие мировые кондитеры. Ешьте кексы после остывания, чтобы не обжечься. 1. Для курда в сотейнике смешайте 1 дробь 3 стакана плюс 1,5 столовых ложки сахара, крахмал, щепотку соли. 2. Влейте в сотейник 0,5 стакана плюс 3 столовые ложки воды, отправьте на огонь. Доведите до кипения, регулярно помешивая. Уменьшите огонь и варите смесь около 3-5 минут. 3. В миске размешайте куриный желток. Влейте в него небольшое количество горячего сиропа. Хорошенько взбивайте, чтобы желток не свернулся. 4. Верните смесь желтка и сиропа в кастрюлю к основной массе. Отправьте снова на огонь, варите смесь 2-3 минуты. 5. Растопите 1 ложку сливочного масла. Натрите цедру и выдавите сок из одного лимона. Добавьте все ингредиенты в кастрюлю к сиропу. Перемешайте и отставьте кастрюлю для остывания. 6. Пока курт остывает, сделайте тесто для капкейков, в чашу миксера выложите сливочное масло. Взбивайте пару минут, добавьте 1 стакан сахара, соль, взбивайте еще 8-10 минут. 7. Добавьте в чашу миксера 2 яйца, взбивайте еще пару минут. 8. Натрите цедру оставшегося лимона, добавьте в тесто. 9. Взбивайте на самой низкой скорости, добавьте муку, молоко, чередуя их. 10. Разделите тесто между формочками для капкейков. Отправьте выпечку на 12-15 минут в разогретый до 180 градусов духовой шкаф. 11. Достаньте готовые кексы из духовки, оставьте их для остывания на 10-15 минут. Затем достаньте из формы и оставьте до полного остывания. 12. В центре каждого капкейка сделайте вырез, вылейте туда лимонный курт. 13. Для меренги, смешайте оставшийся сахар и воду. Отправьте кастрюлю на огонь, варите до растворения крупинок. 14. Варите после растворения до 125 градусов, не перемешивайте смесь. 15. В чашу миксера смешайте куриные белки со щепоткой соли. 16. Взбейте смесь до образования мягких пиков. 17. Ко взбитым белкам тонкой струйкой вливайте горячий сироп. Все время взбивайте на низкой скорости. Взбивайте 10-15 минут. 18. С помощью кондитерского мешка украстьте меренгой капкейки. 19. Горелкой или в духовке поджарьте меренги до коричневого цвета. Наслаждайтесь готовой выпечкой. 19.